В Троицком Беляевского района в тестовом режиме заработал завод по переработке грецкого ореха, фундука и шиповника. Ферма, где выращивают орехи, расположена неподалеку. Ореховод Павел Тулба также кооперируется с пасечниками региона для производства продукции, которая наверняка заинтересует будущих туристов этой плодородной местности. Мы начали производить продукцию для начала сертификации. Это грецкий орех, очищенный от кожицы. Мы его производим по уникальной технологии, такого производства больше в Европе нет. И он будет у нас в нескольких видах сухой и замороженной, так называемый молочный грецкий орех. Это новый вид продукции. Он начнет сначала продаваться на украинском рынке, а в дальнейшем уже будет экспортироваться. Продукт, который выращивается в Беляевском районе, получил уникальное название – орех при Черном море. Теперь он в одном ряду с такими защищенными наименованиями, как коньяк и шампанское. Мы участники проекта географических наименований. Этот продукт уникальный. Ему будет присвоено уникальное географическое наименование – орех при Черном море. И никто не будет иметь право производить такой продукт с таким наименованием. Это будет продукт, контролируемый по наименованию. Это является частью большой гастротуристической карты мировой, европейской. И мы будем в том числе заниматься обслуживанием туристического потенциала. Кормить туристов будут не только фундуком или орехами с медом. В будущем здесь планируют выращивать улиток, а саму Троицкая известна за пределами Одесской области как черешневый центр юга Украины. Правда, о готовой инфраструктуре говорить пока еще рано. Ферма должна будет взвалить все расходы на себя. Все это требует дополнительных инвестиций. Мы пользуемся собственными инвестициями. И на собственных инвестициях тяжело это все облагораживать. Если бы у нас была государственная поддержка в этом направлении, конечно, нам было бы легче, если бы хотя бы часть расходов нам компенсировали. Но, к сожалению, это не так. И все время расходов приходится нести самим. И поэтому, конечно, мы не можем сразу сделать максимально хорошие условия. Но если не привлекать туристов и не делать из этого дополнительный источник дохода, то и развиваться будет нельзя. На обустройство площадки в саду для приема гостей, а также небольшого павильона потребуется несколько месяцев. О первых результатах проекта можно будет сказать уже следующим летом.